Какой пост? Русские не сдаются? Всем доброго утречка! Погода! Паш, как у нас погода? Замечательно! Минусовая на солнце уже не выпекает маленько, но минусовая... Так, я выспалась. Не, ну я уже встала-то раньше, пока там новости, туды-суды. А без новостей никак, Пашки, круглосуточно работает телевизор, ну кроме ночи. Значит, эконом-пакет у нас. Ну, на сегодняшний день то, что необходимо в доме, допустим. Вообще-то много, что необходимо, но это как бы то, что не хватает для кухни. Так, подсолнечная масса, потому что подсолнечная масса у нас закончилась. Вот такой осталось только чуть-чуть буквально. Дальше, конфета к чаю. Какие-то так, пломбирный восток. Не знаю, я какие-то купила, но магнитный сходил. Что-то на 500 рублей, что ли, покупка у него составила. Так, посмотрим. 567, 567, да-да-да. Два рулета. Ой, это же три рулета. Хотя я таких рулетов не очень такой себе. Дальше молока взял. Колбаску даже взял. Еще вот таких конфет. Мне они, кстати, нравятся. Они такие внутри. Прям мягенькие. Вот такие лакидейс. Дальше. Хлеб. Серые. И яблоки. У меня яблоки закончились. Такие в пакете яблоки. Они небольшие. Красные, но твердые. А? Яблоки по 65, без килограмма упаковывал. По 65 нормально, да. Ну вот и все. Ну вот уже вечер наступил. Так у меня сегодня день тюлень. Особо ничего неохота делать. Как-то так. Весь день балуемся. Чай пьем, кофе с конфетками, там, с рулетиками. Короче, все такое. Сейчас такая гора. Ну, как гора. Вот такая посуды немытый. Вот. Пашка тоже сегодня ничего не делает. Просто общение вместе. И он весь на новостях. Вот. Ну, мы еще вот с Аней вот таким чайком балуемся. В принципе, иногда, кроме простого черного, еще хоть нам, девочкам, какие-нибудь чаи попробовать. Это вот Тесс. Помните, я показывала, что по акции был 104 рубля. Ну, считай, 100 рублей. Вот. Здесь 48 пакетиков и 12 вкусов разных. Мне нравятся и зеленые. И они так даже успокаивают. И если вот давление высокое, там, погода меняется, то прям вообще зеленый. Ну, с травками со всяким незаменимым. И заодно какие-нибудь вкусы еще попробовать. Вот. Ну, а я сейчас хочу... А, сегодня я еще занималась цветами. Всех подушеком помыла. Все свои эти гибискусы. И сейчас под вечер у меня руки дошли до этих фенополисов. Как они... Ну, вот эти орхидейки, короче. Вот. Хочу их сейчас на ночь замочить. Ну, сейчас там еще кучу принесу. У меня их 6 штук. И никто не хочет свести. Вот. Не знаю. У нас девчонка, администратор говорила, что она их на ночь замачивает. И через месяц-полтора они ее радуют. Не знаю. У меня уже месяц прошел. Никто ничего меня не радует. И сейчас я их хочу опять. Видите, уже подзапылились даже. Вот. Ну, ладно. Сейчас буду горку делать. Так. Еще хочу вот такой рассказать, короче, про вот этот скраб. Вот. Он, в принципе... Это вот в латуале я брала. На удивление дешевый что-то был. То ли 150. Я чуть не помню даже. Или 200 рублей. Ну, не больше 200 рублей. Там, типа, короче, идет Британия. Да, наверное. Ну, вот флаг. Вот. Фирма неизвестная. Типа с миндалем. Я выбрала... Там было их несколько там, типа. И с алоем, и все такое. Я выбрала, где побольше вот этих гранул скрабировать. Но для гранул он, ну, как бы слабый такой. И я нашла выход, хотя я его знала давно, но все лень применять. То есть, допустим, в кофемашине остается вот такой вот, когда молит кофе в зернах. И вот такие вот частички остаются. И когда совмещаешь их вместе, блин, вообще такой классный эффект. Я вот позавчера делала первый раз. И вообще, ну, классно прям получилось. Прям здорово. Сейчас примерно покажу. Так. Вот здесь, где посветлее. Ну, вот, смотрите, да? Вот. Ну, мало они, какие прям слабенькие частички, видите? Вот. И если сейчас добавлю немножко кофейного скраба, то вообще он огонь. Во-первых, ну, вот, допустим, да, вот так. Ну, побольше это я вам примерно, да, показываю. Вообще прям классно. Во-первых, он не травмирует лицо, кожу, вернее, кожу. И так же, мне кажется, и для тела его можно. Вообще здорово. Он так отполировал кожу, классно. Вот такие вот дела. Ну, делюсь такими советами. Ну, и все. Завтра у меня опять уже работа начинается. На три дня, потом два выходных. Два выходных я планирую. Блин, мне надо список необходимых продуктов составить. То, что необходимо. И еще с этими санкциями, что потом фиг, что купишь называется. Какие-то недорогие порошки или таблетки для посудомойки найти. Потому что иногда запас уже окончается. Сейчас, блин, тут эта мусорка. Вот такое покупала, по-моему, даже в том году. В том году, летом, прям по такой классной акции. А в магните... Знаете, вот сколько стоило? Сто... Сейчас скажу. 139 рублей. Представляете? Полтора килограмма. Самата. Порошок. Это не капсула. Порошок. 139 рублей. Я их купила. Четыре штуки. Последние. Вот. И у меня осталось вот здесь немножко. Еще один целый бутыль. Вообще прям здорово спасает. Ну, не знаю. Я порошковый люблю. Вот. Ну, сейчас, конечно, по такой цене вообще днем с огнем не найдешь нигде. И никто таких акций тебе не сделает. Скидонов. Ну, в принципе, соль для посуды у меня есть. Для посудомойки. Есть даже вот такое еще очищающее средство. Надо еще купить один. Гигиенную чистоту. Вот у меня целый стоит. И есть еще у меня и финиш. Это ополаскиватель. То есть я успела еще даже до всего этого купить со скидкой. Вот. Блин. Ну, вот, в принципе, и все у меня из запасов. Еще жироудалитель, кстати, надо купить. Ну, в принципе, вот этот тоже неплохой лентовский. Я и Паша мою вот эту плиту сверху. Там какие-то шкафы еще. Вот это вот. Жироудалителем. В принципе, нормально. Вообще, скорее бы уже кончилась война. Чтобы настал мир на земле. Чтобы люди не гибли. И простые... Простые, простые... Тут читаю комментарии. И у меня много просмотров по стиральной машинке моей. Вот. И... Один человек пишет. Не покупайте, не... Это пожалейте, что китайский подшипник у него. Ну, уже машинке два с половиной года. Не знаю. Все нормально стирает. Как бы особо таких нареканий нету. Я всегда просто говорю, что дело в порошке. Просто дело в порошке. Она обычно стирает, обычно отжимает. Ничем не хуже каких-то других машинок. Но это выбор любого каждого. Я не знаю, что он имел в виду, какие покупать. Это обычная машина для среднеэстетического человека. Мы не покупаем мили, всякие там тдт. Вот. Может быть, оно и хотелось какую-нибудь дорогую машинку купить. Но у меня на это денег точно нету. Вот. Как-то так. Просто иногда, ну, удивляет. Китайский подшипник. А где не Китай? Просто где не Китай? Везде Китай. Ну, все-таки, мои хорошие. Вот так вот мой день сутка сегодня. Пашка там все новости смотрит. Все, до завтра, мои хорошие. Все, всем пока. Мирного неба над головой. Мирного неба над головой.